Про то, что такое гараж для нашего человека, Эльдар Рязанов шутил еще 40 лет назад в одноименной комедии. Годы идут, гаражный вопрос остался, но повод теперь уже совсем другой. Сносить благо ничего не нужно. Зато можно оформить то, что раньше находилось в неоднозначном юридическом статусе. Вот, например, Александр Абзаилов. Гаражом в Ставропольском кооперативе владеет с 2000 года. Документы вроде бы и в порядке, но распоряжаться помещением полностью нельзя. Купил гараж, но была только одна бумажка. Свидетельство отправить собственно на землю пожизненно наследуемого владения. Все. Обращался в МФЦ, они говорят, что вот эта бумажка пожизненно наследуемая, передается, гараж вы не можете продать, только ваши наследники могут унаследовать там. Как раз на такие случаи и предусмотрен новый закон о гаражной амнистии. Для тех, кто в свое время получил помещение от государства или предприятия, есть возможность бесплатно оформить земельный участок в личную собственность. Это касается гаражей, построенных на государственной или муниципальной земле до 30 декабря 2004 года. Раньше, когда строились данные объекты, они могли находиться в гаражных кооперативах и выдавались соответствующие документы. Но на землю, естественно, не было документов. Сейчас этот вопрос будет уже решаться. Гражданин может обратиться в орган местного самоуправления через МФЦ с заявлением о предоставлении и подготовить необходимые документы. В полную силу закон вступает с 1 сентября, а оформить участок, согласно документу, можно будет до 26 года. Инвалиды и льготники закрепить за собой право на землю смогут без очереди. Стоит добавить, что под новый закон не попадают ни капитальные постройки, самострои и так называемые металлические ракушки. Приоформить, согласно новому закону, можно только капитальные одноэтажные гаражи без жилых помещений. Они могут быть как отдельно стоящими, так и в составе гаражного кооператива. Стенка к стенке, вот как здесь, например. Никита Шишков и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение.